здравствуйте дорогие друзья мы снова продолжаем тему посадки роз из коробки потому что было очень очень много вопросов после тех сюжетов которые мы уже сняли и сейчас я постараюсь отвечать именно на ваши вопросы и много было именно связано с тем как посадить по уровню прививки потому что у нас в средней полосе прививку нужно заглублять а когда мы сажаем розу в небольшую какую-то емкость это не всегда удается сделать вот сейчас мы об этом и поговорим немножечко остановлюсь на чем к нам поступают такие сообщения что мы купили у вас растения они скажем или засохшие или с какими-то а не проснувшимися почками дорогие друзья мы продаем семена средства защиты растений инструменты но пока саженцами мы не занимаемся поэтому все что вы купили это магазин другой который носит тоже название садовый мир как и наш канал как отличить эти каналы в ю тубе у нас эмблема зеленое яблочко вот если вы зеленое яблочко видеть это наш канал если садовый мир какой-то другой то вот пожалуйста все претензии туда у нас саженцы пока не продаются и так вот к саженцам тем которые мы приобрели с вами в коробке а первое на что я хочу обратить особое внимание дорогие друзья вынимайте пожалуйста вот эту розочку из коробки когда вы делаете покупку потому что приходится видеть особенно мужчины так часто делают они смотрят только на саму коробку на то какой цветочек здесь нарисован и даже на коробке нити не читают название что например это плетистые роза или чайно-гибридные розы или флорибунда покупают только вот по цветочку а потом пишут что либо на розе не проснулась ни одна почка либо пошли очень длинные побеги наоборот с чем это может быть связано засушен засушено уже само растение то есть сейчас вот в конце марта месяца эти розы могли могли простоять в коробке в магазине уже с февраля то есть практически чуть ли не два месяца и бывают уже попадаются саженцы которые пересохли и у них вот эти почечки уже сухие в их уже купили сухими почками и какие-то дальше мероприятия по реанимации они бывают не приводят ни к чему хорошему это первое второе пишут что пошли очень длинные побеги что теперь с ними делать вот длинные побеги растут у плетистых роз первую очередь а если вам плетистый розочка не нужна то не нужно было ее убирать магазине то есть вот где написано да вот здесь написано сейчас флорибунда здесь же может быть написано что она плетистая или она почвопокровная или она чайная гибридная то есть это пожалуйста смотрите тоже следующий момент мы будем вот сейчас как раз разговаривать с вами о прививке и вот как раз такие саженцы роз они позволяют вот с открытой корневой системой покрутить повертеть и как раз это место прививки очень хорошо рассмотреть чем мы с вами сейчас и займемся я эту розу впервые вижу точно так же как и вы и сейчас буду смотреть в каком состоянии у нее корни в каком состоянии прививка и так далее так далее то есть все мы делаем вместе с вами вот посмотрите это розочка у нас упаковано вот такой черный полиэтилен здесь он так вот закручен там внутри какой-то субстрат находится и вот я пока вижу что все очень хорошо субстрат тяжеленький это говорит о том что там влажность сохранилась и значит корешками должно быть все в порядке вот посмотрите здесь по моему какая-то мелкая фракция опилок вот и вот такая вот корневая система разная корневая система бывает у разных производителей некоторые производители присылают розы с очень длинной корневой системой который вот так вот завернута здесь как-то закручена и и приходится еще при этом даже подрезать потому что ни в какую емкость даже в ведро она не помещается но подрезать приходится там сантиметров 5-7 например вот так вот здесь естественно подрезать мы ничего не можем потому что и так этих корешков очень очень мало как сажать такую розу то как обычно здесь корешок вот этот еще и сломанный это конечно нужно все убрать как сажать такую розу вот здесь в данном случае замачивать я не буду потому что у меня здесь вот субстрат этот влажный вот и это все вот тоже у нас не нужно и нам мы вот это вот обрезаем почему нужно вот это удалять потому что вот эти мертвые корешочки которые уже обломились там или как-то они только загнивать будут это нам ни к чему и вот этот вот растительный элемент мы тоже уберем вот эти корешки приживается ли розы с такими корешками приживается они начинают давать обрастающие корни постепенно и очень даже неплохо с ними бывает получается теперь что значит место прививки вот оно это место утолщение на розочки фактически это место перехода корней в стебель здесь обычно и делают прививку у роз и вот оно так утолщается разрастается именно потому что идет срастание двух тканей вот это сортовая часть у вас а вот это то что ниже это корень шиповника и вот опять же вопросы были на некоторых розах вот этих роз из коробок сейчас очень много производителей очень много и вот этот шиповник бывает разным бывает шиповник который не очень активно дает поросль а бывает шиповник у которого уже вот вы развернули эту розу из коробки а у него уже вот здесь на корнях есть молодые побеги они беленькие поскольку они без света выросли они беленькие эти побеги что с ними нужно сделать да конечно удалить и как удалить прямо от оснований вот так вот выломать это нужно сделать перед посадкой если вы этого только не сделаете то у вас вот эти побеги отнимут всю силу у вашей розочки и она может даже и погибнуть вот это вот сортовая часть потому что что мы кормим то прежде всего своего родного до вот этих родных побегов роза и будет более усиленно кормить а не то что мы ей привили вот так что нужно это вот если такие побеги у вас на корнях есть то нужно удалять теперь вот тоже еще спрашивали побеги находятся прям вот в зоне этой прививки нужно ли их убирать или не нужно дорогие друзья здесь могут быть и побеги шиповника и здесь могут быть побеги сортовые нужно смотреть на каком уровне они находятся вот как это определить смотрите вот часть зеленая зеленая вот это вот часть зеленая это уже сортовая часть то что ниже вот оно такое шершавенькое это фактически корень шиповника и он такой вот шершавенький есть и тут если присмотреться все таки все таки этот рубец заметно особенно если вы на замачивание поставите корешки в какой-нибудь фунгицид помните я в прошлом ролике вам говорила то есть вот он рубец проходит вот здесь вот зона прививки вот она рубец и пошла зеленая часть сортовая и остались корни если это ниже вот этой зоны прививки то это опять же шиповник если это уже на зеленой части то это у вас сортовые побеги их нужно оставить дальше как мы будем с этой розочкой поступать я ее буду сейчас сажать сейчас у нас конец марта и уже погода такая в общем-то нестабильная уже и оттепли во всю и снег у нас тает поэтому засовывать вот эту розу под снег ну собственно говоря большого смысла нет ну сколько она ну две недели она там пролежит и снег у нас этот начнет таять я ее посажу вот такую пластиковую бутылку она здесь у меня вполне подойдет и вот кстати сказать вот с этими-то корнями посмотрите я могу здесь даже и с прививкой заглубить ее заглубить вот а если у вас корни большие то ничего страшного вы дома можете посадить вот так то есть прививочку вот эту оставить над поверхностью почвы а когда вы будете пересаживать в грунт вы сделаете ямку побольше и вот эту прививочку заглубляете но на уровне 3-4 сантиметров вы это посадите глубже ничего страшного если основание побегов которые уже пойдут они будут под вот землей вот сейчас например я посажу а вот эту розочку с заглублением прививки посмотрите эта почка у меня пойдет под землю и вот тоже спрашивали как быть эту же почку придется засыпать почвой ну и что ничего страшного на пойдет из-под земли она благополучно оттуда выйдет вот теперь что мы дальше делаем посмотрите дорогие друзья вот еще вопросы задавали и для меня вот этот вопрос ну как бы он саму собой разумеющийся нужно ли делать отверстия вот в этой емкости их не просто нужно делать их делать необходимо потому что вы никогда не определите есть у вас застой влаги там внизу или нет этого застоя потому что сверху почва может подсыхать а вот внутри она может оставаться очень даже влажная а это для корешков тем более вот для таких ослабленных корешков это очень плохо поэтому вот даже тут думать нечего конечно нужно продырявить эту емкость если вы сажаете в ведро то и ведро тоже нужно проковырять иначе вы можете свою розу потерять ну сколько у нас ведро стоит там до 100 рублей вот 70 80 рублей наверное она стоит простенькая ведерка да но она у вас и дальше для этих же целей может послужить уже с дырками так что не жалейте пожалуйста сделайте там отверстие поставьте на какой-то широкий поддон на тарелку в конце концов почему так вот нужно делать потому что у нас излишки воды выйдут оттуда из этого широкого поддона это лишняя вода просто испарится и она не будет там застаиваться а вот это застой влаги это очень очень распространенная причина того что ваша розочка начинает гибнуть и вот говорят пошли побеги а потом они вот так вот все повисают становятся коричневыми и начинают опрыскивать сами побеги не здесь нужно опрыскивать и не здесь нужно розу лечить а именно корни загнили и туда надо проливать вот этими фунгицидами теперь мы это сажаем дренаж у нас там есть дырки у нас там есть некрасивый черный пакет отсюда уберу чтобы он не мешался на так вот мы взяли землю какого качества должна быть земля очень призываю всех не берите землю сада даже если вы ее заготовили для каких-то целей лучше опять же потратиться и вот для таких ослабленных растений вы представляете сколько это роза могла ждать вашей покупки в магазине сколько она пролежала и там риск заболеть у этой розочки очень очень высокий поэтому возьмите покупной грунт что хорошего в этом покупном грунте а в том что он как правило очень рыхлый на основе торфа и в нем много воздуха и вот для таких корней не только влага нужно но именно воздух вот мы таким образом ставим и я ставлю так чтобы я могла углубить корневую шейку в данном случае я ее сажаю засыпаю вот таким образом можно посадить розочку в прошлых видеороликах я вам показывала еще как облегчить себе пересадку и сажать в пакет то есть вы сначала пакет ставить вот в этот в эту емкость а потом уже в этот пакет насыпаете землю и в пакете естественно нужно тоже сделать отверстие почему я сейчас вот так не сделаю я вам другой способ сейчас покажу тоже как можно облегчить себе потом пересадку будет просто напросто разрезать эту бутылку вот если вы бутылку жалеете опять же до чтобы она у вас послужил еще тогда берите пакет и вы тогда потянете за этот пакетик и легко вынете без повреждений корней а здесь просто эту бутылку можно разрезать с посадкой абсолютно ничего сложного особенно если вот у нас такие небольшие корешки у этой розы теперь еще один вопрос задают а нужно ли надевать там пластиковую бутылку или пакет или еще что-то какое-то укрытие делать для этой розы вот знаете дорогие друзья все зависит от корневой системы если у вас корешки более-менее нормальные и если они еще вот в этом субстрате пока были еще и даже дали маленькие белые обрастающие корешочки тогда пакет можно не надевать вот в данном случае я пакет сверху надену обязательно потому что корешочков здесь мало вот и поэт под этим пакетом у меня какое-то время розочка будет находиться зачем это нужно а чтобы вот здесь создавалась повышенная влажность и пока корешки не заработали чтобы розочка не из себя силы все тянула вот добывая влажность а чтобы все таки было немножечко полегче да так теперь при любой посадке вот любого посадочного материала любой фирмы дорогие друзья фунгициды какие вы будете использовать это ваше уже право ваш выбор я привыкла пользоваться вот таким вот глиоклодином я много раз и уже его показывала вам да очень хорошие результаты дает потому что не только он предотвращает заболеваний вот этих вот роз то есть он подавляет развитие вот этих вредных бактерий там в почве да но еще может даже лечить эти растения потому что он проникает в эти поврежденные корешочки помогает им питаться вот такой хороший очень препарат это таблеточки небольшие я вам тоже уже показывала сколько их класть норма 1 таблетка на 300 400 миллилитров почвы здесь у нас 5 литровая бутыль была но я еще литр наверное здесь где-то убрала я положу сюда 10 таблеток вот чтобы эти у нас быстренько заработали грибы там находится гриб триходермом полезный вот их надо сразу побольше положить чтобы они там проросли в почву чтобы они быстренько убили все заболевания которые возможно на нашей розочки уже есть да вот это очень очень важно сделать так я уже сбилась со счету 6 кажется я таблеточек положила 7 вот и тогда у нас с вами не будет вот этих увяданий побегов небо не будет коричневых стволов как у нас вот это вот тоже писали нам на канал да и наша розочка будет хорошо себе расти и развиваться я уже так поступаю не первый раз и все у меня хорошо у меня ни одна роза из коробки нет погибло так мы уберем пока эти таблеточки теперь вы видите я их положила заглубила примерно где-то на один-полтора сантиметра и я проливаю это водой вот это вот обязательно нужно сделать достаточно обильно потому что рыхлая земля должна осесть хорошо обнять наши корешки и вот этот гриб триходерма он тоже развивается только во влажной почве вот таким вот образом мы очень хорошенечко проливаем так и теперь сверху я все это мульчирую еще сухой земелькой чтобы у нас корочка не образовалась но вот я беру такой хороший грунт который не образует корки если у вас какой-то грунт сомнительные или вы все же решили использовать грунт из сада обязательно его разрыхляйте чем можно разрыхлять можно кокосовый субстрат добавлять можно добавлять крупный песок очень хорошо разрыхляет вермикулит перепревшие какие-то опилки и вот такой рыхлый грунт и нужен для нашей розы вот так вот я посадил ее посмотрите в данном случае я прививку заглубила я вам на фотографиях покажу как посажены еще другие мои розы там мне не удалось заглубить прививку она осталась на поверхности еще раз повторюсь что при посадке я эту прививку буду заглублять еще мы сверху надеваем пакетик здесь как-то вот обвязываем и у нас вот это все стоит следующий момент задавали вот вопрос задавали где это все хранить я говорила что лучше это обеспечить где-то прохладные какие-то условия и и спрашивают у нас прохладу только в погребе вот лучше в погребе или на подоконник дома поставить в погребе у нас нет света с вами и даже если мы там лампочку включим какой-то и это будет мало если только хорошее очень освещение в погребе туда лучше там а если у вас в погребе нет света и вы его не собираетесь там включать то конечно нужно эту розу ставить на подоконник пускай там выше температура но это должна быть именно освещенность хорошая и иначе вот эти вот почки которые уже есть они начнут развиваться дать дают вам бледный тонкие ростки и потом при посадке в грунт их очень очень сложно будет сохранить они и от заморозков могут погибнуть очень легко и на солнце на солнце они могут подгореть вот самая главная ошибка которые допускают вот при такой посадке не покупают фунгициды а проливают какой-нибудь или марганцовочкой или там вместо этого используют и пин или циркон а это дорогие друзья не защита от болезней вот фунгициды берите который именно нацелены на то чтобы убивать вредных гриб вредные грибы и бактерии в почве и на самой розе если еще остались какие-то вопросы задавайте спрашивайте но вот мне кажется я уже все тут хорошо рассказала вот такая посадка уже у меня не первый год работает и все хорошо получается так что кто последует моему примеру думаю что наверное тоже сохранить свои розы